В Кенишме реконструирован и уже начал свою работу комплекс очистных сооружений. Мощность объекта 20 тысяч кубических метров в сутки. Этого хватает, чтобы принять хозяйственно-бытовые истоки северо-западной части города и нескольких пригородных поселков. Сточные воды здесь проходят три степени очистки – механическую, биологическую и финальную очистку ультрафиолета. У нас были небольшие проблемы здесь по осени, потому что были договоренности запустить данный объект в сентябре на пуску-наладку. Но по разным причинам не получилось. Сейчас мы видим, что объект готов к эксплуатации и он работает. Это однозначно для Кенишмы шаг вперед. История объекта банальна. Восемь лет назад станция вышла из строя. Поэтому отходы жизнедеятельности поступали в реки Кенишмы недостаточно очищенными или не очищенными вовсе. По решению суда городскую администрацию обязали реконструировать очистную станцию. Долгое время инвестор не находился. В городе даже приостановили выдачу разрешений на строительство из-за проблем с канализационными стоками. Инвестор нашелся там, где не ждали – в Австрии. Теперь это крупнейший в регионе пример государственно-частного партнерства. Конечно, объект недешевый. Более 130 миллионов рублей. 52 миллиона выделило правительство Ивановской области. А вот инвестор. Сооружение будет передано по конституционному соглашению на определенный срок. Ну и я хочу сказать, что действительно построено в сроке. Это пример того, как администрация Кенишмы конструктивно сотрудничала при строительстве с инвестором и контролировала весь ход процессов. Поэтому я полностью удовлетворен тем, что мы сегодня увидели. Считаю, что и деньги использованы эффективно областно, и результат будет тот, которого все ждали. Пользуясь случаем, Кенишенская администрация планирует предложить инвестору посотрудничать в строительстве еще двух подобных комплексов. Уже поступают аналогичные предложения из-за Волжска и Юрьевца. Санкции, по словам инвестора, помехой не станут. В первую очередь я инженер, я не политик, но хочу сказать, что мы вместе работаем в этой сфере. Противоречий не возникает, и мы продолжим сотрудничество, а санкциями пусть занимаются политики. Сейчас очистной комплекс работает в пусконаладочном режиме, но еще каких-то четыре месяца он выйдет на нормальные рабочие мощности. Наталья Гударина, Денис Денисов, РТВ Иванова, Кенишма.